Священное Писание Мы, конечно, больше любим говорить о благословении, вместе с тем проклятия, они предостерегают нас от тех поступков, которые нам не нужно совершать, чтобы не попасть под это проклятие. Они тоже важны, их тоже нужно знать. И я уже однажды эту недельную главу комментировал, и я говорил именно о благословении и проклятии. И когда я готовился к этой главе, то я увидел такую интересную вещь, обратил внимание на радость. И это недельная глава, как мы знаем уже скоро, праздник Йом-Труа. Дни трепета обычно лучше настраивает, подготавливает к этому празднику, такому как Йом-Труа, Йом-Кипур. Мы хорошо знаем эти праздники, когда мы смиряемся перед Богом, когда мы, если нужно, каемся. И Бог дает радость, после этого праздник Суккот, Симхат-Тара завершает весь цикл этих праздников. И слово Симхат на иврите, если кто-то не знает, это и есть радость. И в этой главе говорится о радости. Говорится о радости. И начинается глава, уже евреи стоят у обещанной земли, у земли обетованной, стоят, и Бог говорит им такие слова. Когда придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми от начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей. И далее Бог говорит своему народу о том, чтобы была благодарность, чтобы народ его был благодарным. Это очень важно. И мы понимаем, что, все знаем, что неблагодарные люди, они почти не радуются, или вообще не радуются. То есть благодарность и радость, они, это такие понятия, которые, они всегда рядом, всегда находятся рядом. И здесь мы видим о том, что идет предписание о десятине, которую нужно принести священнику. И Бог напоминает, напоминает события, через которые, основные события, которые прошли евреи. И все это для того, чтобы, это 11 стих, 26 глава. «И веселись о всех благах, которые Господь, Бог твой, дал тебе и дому твоему, ты и левит и пришелец, который будет у тебя». И здесь предписание радоваться, радоваться, веселиться и кормить тех, у кого может быть скромный достаток. И здесь говорится, чтобы пришельцу, сиротея, вдове, и чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Ну какой еврейский праздник, чтобы не покушать? Да, все наши еврейские праздники основные, мы всегда кушаем, собираемся вместе. Это нас очень объединяет. «И тогда скажи пред Господом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сиротея, вдове. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте». То есть Бог говорит о том, что нужно сказать. И здесь в этих словах, что эта десятина, она должна быть отделена в чистоте от честного труда, скажем так. Это мое такое понимание. То есть средства, заработанные честным путем. Я так понимаю, если нечестным, то для Бога, я считаю, это даже мерзость. И вообще-то симха, симха, радость, да, на иврите симха. Это божественное состояние. Это состояние, в котором, когда мы в этом состоянии находимся, мы созидаемся. И мы поем такую очень хорошую песню, мне нравится. «В радости служите Богу, буду Богу своему». И вы помните также, как радовалась Мирьям, когда евреи были спасены, как радовался Давид. Он радовался, танцевал. И первое упоминание о радости, там не пишется радость, но я вижу просто состояние. Это прямо в начале книги Берешит, в самом начале, когда Бог создал этот мир, и Дух Святой носился над водой. То есть, он носился, я понимаю, это было радостное, то есть, они все вместе радовались, творю все новое. Да, все новое, вообще все, все абсолютно новое. И Бог, когда сделал все, Он сказал, хорошо, весьма хорошо. То есть, Он обрадовался, как хорошо у меня все получилось, да. Создал небо, создал землю, создал нас. Это для Бога была большая радость. И еврейские мудрецы, они постановили изучать Тару в радости, не в унынии, в радости. И мы знаем, что есть направление в иудаизме, хасиды, кто-то знает, раби Нахмана, да. То есть, вообще, они очень много танцуют, когда вот скоро в Умань приедут хасиды, будут очень сильно радоваться. Их уже, конечно, ждут местные жители, они тоже будут по-своему радоваться. Да, ну вы понимаете. И интересный еще такой момент, это тоже одно из высказываний еврейских мудрецов. Суккот – это очень радостный праздник. Уже об этом проповедовалось, рассказывалось. И еврейские мудрецы говорят о том, что высовший прошлогодний лулав – это пальмовая ветка – не годится для исполнения заповеди. То есть, ну, я так понимаю, сморчок тоже не годится, да? То есть, ну это я шучу. То есть, очень важно это состояние радости. И на праздники мы очень-очень радуемся. Шаббат радуемся, особо радуемся. Вот скоро будем радоваться на осенние праздники. И во второзаконе, в книге «Дворим» есть еще такое место из раздела «Проклятий». Вот, ну, перешли, ну, здрасте. Говорил о радости тут, о проклятиях. Но тут говорится, тут такое интересное место, это 28-я глава. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Ну, у тебя же все было. Чего ты не радуешься? Ну, радуйся, у тебя все есть. Неблагодарный человек постоянно бурчит. Все ему мало, все ему не так, все ему не то. В семье грызется, да, скандал, всех кусает. И радостью сердца при изобилии всего. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, Бог твой. В голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Не радовался, когда у тебя все было, когда было все хорошо, будет наказание. Так говорит Бог. Неблагодарный когда-то получит наказание. И в жажде, наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так, что измучит тебя. Да не дай Бог. Да, то есть, тут даже такое очень строгое предписание о том, чтобы мы радовались и были благодарными. Это очень важно для нас, верующих людей. И также Брит Хадаша очень много говорит о радости. И мы знаем, что еще одно название Брит Хадаша – это радостная весть. Действительно радостная весть. Там очень много разных событий и веселых, радостных и трагических. Но, по сути, это радостная весть. Бог искупил нас от греха. И мы помним, когда ангел пришел к Мирьям и сказал «Радуйся, благодатная». Потом она испугалась, но в итоге она получила большое благословение. От нее родился наш Машиах, Ешуа. И Ешуа, он и был, и есть. Он очень радостный, он очень позитивный. Он очень много радости принес нам. И приносит и сегодня, и в будущем принесет много радости. И вы спросите, Игорь, ну а как радоваться, когда… Бывает же такое, что радоваться совсем не хочется. Бывает такое у всех и у меня. Вот. И враг нашей души, он, конечно, он хочет украсть, убить, погубить, украсть нашу радость, ввергнуть в уныние, в депрессию. Здесь нужно сопротивляться, здесь нужно прилагать усилия. И одно из того, что важно, то есть, бывать почаще в Доме Господнем. Вы помните, как Давид сказал известные слова «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». Да, то есть, это радостно. Дух Святой, Он дает много радости нам, наполняет нас радостью. Радость пред Господом – это подкрепление для нас. И есть плоды, да, плод Святого Духа, вы помните. Одна из частей этого плода, ну, как сравнивают, как виноградную кисть, часть этого плода, также является радость. То есть, это важно. Над плодом нужно трудиться, да, его взращивать. То есть, нужно напрягаться. Бывает так, что радость, вот она приходит. Мы входим в это состояние без труда. Вот, когда мы приходим в общину, конечно, да, то есть, в разных состояниях люди приходят, и когда идет прославление, когда мы радуемся, то мы друг друга поддерживаем, и эта радость, она нас созидает, она подкрепляет. И над этим, над этим, конечно, нужно работать, над этим нужно трудиться. И также есть в 13 главе Кринфянам, которая еще называется «Гимн любви». Все мы ее знаем, все верующие. И там говорится, написаны такие слова. «Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине». То есть, истина – это тоже одна из составляющих радости, которую Бог дает нам. И в завершении заканчивается глава такими словами. «Соблюдайте же слова завета этого и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что будете делать». И сейчас мы встанем и еще раз помолимся. Пожалуйста. Это нас взбодрит. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Тару свою. Благословен ты, Господь, дающий Тару. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok